Привет друзья! Закончился год, подаривший нам множество лучших VR-игр за всё время. Совместно с каналом VR-Rus мы проводили голосование и выбрали лучшие VR-игры, вышедшие в этом году. В голосовании участвовали игры, вышедшие с 1 декабря 2019 года до 1 декабря 2020 года. Десятка лучших игр 2020 года выглядит так. Carnage Chronicles. На 10 месте классическая RPG-игра в магическом мире, завоевавшая сердца фанатов. А возможность проходить игру в компании друзей сделала Carnage привлекательной для онлайн-сессий. Vertigo Remastered. Игра формально является переизданием оригинальной Vertigo, вышедшей несколько лет назад. Но разработчик переработал всю игру с начала и до конца, добавив современные механики. Поэтому 9 место. Stride. Российская студия Joyway сделала то, о чём многие VR-шики мечтали ещё давно. Mirror's Edge VR. Но они не просто взяли концепцию бега по крышам, но и улучшили её, добавив интересных режимов и механик. Поздравляю ребят с 8-м местом. На 7 месте. VTOL. Для VR есть немало симуляторов пилотов, от простеньких до хардкорных. Но мало из них позволяют управлять воздушным судном своими VR-руками. На 6 месте. Population One. Игры жанра батл-рояля всё ещё популярны, но в VR-мире этот жанр ограничивался парой сомнительного качества игр. Population One упростили механики, но сделали стычки с отрядами противника интересными и часто заставляющими попотеть. Пятёрку лидеров открывает другая игра от российских разработчиков. Into the Radius. Игра схожа с серией S.T.A.L.K.E.R. Тут и зона с мунтантами, и артефакты. Но игра добавляет интересные VR-нюансы. Необходимо счистить оружие, есть еду и собирать хабар. На 4 месте. Фазмофобия. И хотя игра имеет плоский режим, и изначально она создавалась как VR-проект. Возможность с друзьями искать в заброшенных домах призраков, а потом с воплями удирать от них в асфоязи, пришлась по душе большому количеству VR-игроков. Третье место среди игр 2020 года занимает The Walking Dead Saints and Sinners. Игра берёт знакомую многим вселенную про зомби-апокалипсис и отправляет игрока в мир американского городка. В игре есть продолжительная сюжетная кампания, сюжетные повороты и, конечно же, уймы зомби. На 2 месте у нас Boneworks. Игра, сильно черпавшая вдохновение во вселенной Half-Life, но создавшая свой не менее интересный мир. В Boneworks было отлично реализовано тело и физика предметов, чем она и завоевала сердца игроков. Абсолютный лидер голосования и лучшая игра 2020-го это Half-Life Alyx. Кто не слышал о каноничной вселенной Valve? Грандиозное возвращение серии после более чем 10 лет молчания состоялось в VR. Valve задали планку качества от полированности и насыщенности VR-игр на годы вперёд. Будем надеяться, что продолжение не заставит ждать себя ещё 10 лет. Спасибо за просмотр! Пишите в комментариях, какие были ваши любимые VR-игры в этом году. Ставьте палец вверх, если понравилось, и палец вниз, если нет, подписывайтесь, и увидимся в виртуальной реальности. Субтитры сделал DimaTorzok